Могут ли россияне жить без царя? Когда Россия вернется к европейским ценностям? И начнется ли в стране гражданская война? Об этом поговорим с российским политологом Дмитрием Орешкиным. Я хотел бы с вами обсудить тему, которая свое подтверждение находит даже в пословице. Одна из пословиц российских и русских звучит как «без царя в голове». Такое удивительное, как по мне, подтверждение того, что царь и персональная персона исполнительной власти, абсолютной власти в России, она сидит достаточно глубоко. Мы попали даже в поговорки. Человек, который неспособный, не очень умный, человек без царя в голове. Как по-вашему, почему так случилось и действительно ли существует такая зависимость от персоны царя, от центральной власти? Ну, во-первых, эта поговорка наверняка старше ста лет, а может быть даже и ближе к 200. А современная Россия – страна городская, что ни крути, как ни говори. Официально 73% живет в городах. В реальности, ну, где-то около 60. Ориентация на то, что этнос или народ вот такой вот, мне кажется, неправильный. Мне кажется, вопрос следует ставить по-другому. Почему в народе всплываю? Потому что в народе есть все. Да. От А до Я, да? Но почему в определенные моменты всплывают последние буквы алфавита, там, в тесности Z, например, да? А почему бывает, что всплывают первые буквы? Вот сейчас, конечно, всплеск такой самой тупой, консервативно-примитивной логики, с помощью которой людей запугивают, людей дезориентируют, людей отвлекают от серьезных проблем и возвращают вот к этой вот ископаемой системе приоритетов. Вот есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Это произносит вполне определенный человек, который, в принципе, должен быть, прежде всего, озабочен правами парламента, потому что он спикер парламента, да? Нет, он, прежде всего, озабочен тем, чтобы понравиться Путин. Но ведь в 90-е годы никто не говорил, есть Ельцин, есть Россия, нет Ельцина, нет России. То есть ситуация, мне кажется, не предопределена. Да, естественно, в России есть предрасположенность, можно ее назвать генетической предрасположенности, еще как угодно, к авторитаризму. Почему российский консерватизм приобрел, в общем-то, такие чудовищные, прямо называю, очертания, вполне людоедские? Это вопрос интересный. И я думаю, что это вопрос не к народу, по большей части, а к тем самым элитам, которые из этого народа вытаскивают то, что им удобно для сохранения власти. Проблема нынешней России в том, что города заснули. Вот они же привели, города привели к власти в 90-е годы новую когорту людей. Именно города. А потом они получили то, что хотели, они получили рыночную экономику, гораздо более высокий уровень жизни, автомобилизацию, мобилизацию, я имею в виду мобилизацию, в смысле мобильных телефонов, компьютеризацию, интернетизацию. И все. После этого Путин сказал, что, ребята, вы довольны? Да, ответили, говорят, да, мы довольны, мы ложимся на бок и спим. На выборы не ходим. И вот задача Путина держать их в этой литургии. Он их держит. А Украина их пробуждает. Украинская война их пробуждает. А они не хотят просыпаться. Они говорят, нет, мы не хотим это знать. Отстаньте, мы не хотим слышать. Мы не верим. Мы не верим, что Буча это русские делали. Нет, это американцы нам нарисовали. Вам нарисовали. И так далее. Вот такая вот борьба за свой комфорт сонный, она приобретает какие-то отвратительные проявления. И я думаю, что она скоро кончится. Потому что реальность пробьет дырку в этой стенке, которую между собой и реальностью выстроили. Это путинская модель. И вот тогда это начнется самое страшное для России. Сейчас только еще разминочка. Сейчас идет самое страшное для Украины. Украина победит, справится и выживет. Тут никаких сомнений нет. А вот что потом начнется с России, тут очень даже страшно и подумать. Но тезис о том, что все русские вот такие вот сторонники твердой руки и так далее, звучит так же неактуально, как, например, утверждение, что все монголы сторонники Чингисхана. Жутили Лаван Баторова, это совершенно другой социум. Это просто немножко по-другому. Хорошо, но каждый раз, достаточно часто, окей, не каждый раз, но достаточно часто в результате каких-то там социологических и исторических изменений, пертурбаций, которые происходят в России, все равно возникает персонализированная власть. Сталин, царь Сталин, теперь, теперь, теперь Путин. Нет ли в этом... И причем я сейчас говорю не только о русских, я говорю о, да, скорее, ну вот, окей, о россиянах. Нет ли в этом вот такого некоего договора с обществом, исторического договора с обществом, о том, что там царь лучше знает? Ведь это, на самом деле, достаточно пассивная и удобная, и комфортная позиция. Понятно. Значит, смотрите. Во-первых, общественный договор – это термин из европейской политической культуры. Для того, чтобы обсуждать общественный договор, это, опять же, терминология Джона Лаван, Лобка и там Гоббса, еще каких времен. Надо, как минимум, иметь общество. Вот как раз задача Путина – это общество уничтожить. Заменить виртуальным конструктом, типа Советский Союз, новая историческая общность людей. Вот в реальности ее не существовало, но она существовала в головах. А это очень важно. Так вот, пока никакого общественного договора нет, потому что общество не является субъектом. Оно субъектом политической жизни. Оно унижено до статуса пластилина, из которого там власть что-то лепит. Я бы стал говорить, пожалуй, что, смог бы говорить, что правильнее говорить не про народ и какие-то там его договоренности, а правильнее говорить про политические традиции и про восприятие элит этого самого народа. Когда Победоносцев там говорил, что Россию нужно подморозить, чтобы не воняло, это точка зрения элиты. Значит, надо посадить этих горлопанов, там демократов, еще кого-то, чтобы сохранить вот эту вот державную власть. И Путин, в принципе, делает то же самое. Он сажает врагов, своих конкурентов, которые он считает врагами государства, и возвращает страну, ну да, с традицией самодержавия, причем даже не царского самодержавия, а такого сталинского самодержавия, гораздо более грубого, примитивного и откровенно репрессивного. И это традиция советская, это традиция ЧК, это традиция вот той школы, из которой вылупился Владимир Путин. Наверное, она каким-то глубоким образом, или может быть, я не уверен, связана и с культурными традициями российского народа, но ведь, простите, пожалуйста, при царе таких репрессий и близко не было. За годы Столыпинского террора, которым нам всю плешь прогрызли, когда мы еще в школе учились, там за пять лет было казнено по приговору специально военных полевых судов меньше трех тысяч человек. А товарищ Сталин во время своего большого террора ежедневно уничтожал по тысячу-полторы. То есть, за два дня он выполнял ту норму, которая у кровавого Столыпина со Столыпинскими галстуками ушло пять лет. Ну, в общем, годы. А для Сталина это двое суток. Это же, представляете, работа какая? Каждые сутки утилизировать по тысяче с лишним трупов. В общем, это довольно серьезная промышленность должна была, чтобы накапывать и так далее. Это российская традиция? Нет, это большевистская традиция. Это традиция, которая была навязана... Это может быть традицией Ивана Грозного. Можно вот... Сталин не зря... Но после Ивана... Сталин не зря симпатизировал Ивану. И говорил, что опричники – это исторически прогрессивный класс. Примерно так, как потом стали чекисты. Но после Ивана Грозного Россия переживала... Там сто лет раны зализывала. Смутное время было и так далее, и так далее. И потом медленно, очень мучительно, в течение трех столетий она переходила на европейские религиозы развития. Переходила благодаря тому, что были европеизированные монархи, в том числе из Германии. Так вот, Сталин и большевики первое, что сделали в 1918 году, перетащили столицу назад, в Москву, поближе к Ивану Васильевичу Грозному и подальше от окна в Европу, прорубленного Петром. Заколотили это окно. Ну и начали выжимать, выжигать каленым железом все то, что было связано с европейской культурой. И благополучно выжгли. Поэтому я бы сказал так, что исторический путь России, он в принципе направлен в сторону, был направлен в сторону европеизации. В 1917 году этот тренд с помощью насилия и кровавого насилия был сломлен, и Россию развернули назад кордынским ценностям. Значит, великий вождь, нам не столько нужны улучшения своих территорий, сколько мировая революция, то есть завоевание соседских территорий и так далее. После этого были попытки восстановиться, будь то хрущевские, ну просто нормальные, попытка восстановить просто нормальные человеческие отношения. И Хрущева, при этом вот эта модель начинает сыпаться. Высыпаться, потому что получается так, что если вы супер-гиперцентрализованную власть устраиваете, страна замерзает и не может развиваться. Вот ее подморозили, чтобы не воняло, так, что она как минус 20 в морозилке. Хрущев ее вынул, она немножко оттаяла, начался экономический рост конца 50-х, но одновременно ПК партии поняли, что они теряют контроль, что территории начинают развиваться и не очень сильно зависят от центра. Хрущева смещают, ставят Брежнева, он опять пытается подзаморозить всех. Получается брежневский застой. Те же самые партийные элиты понимают, что тупик выдвигают Горбачева. Горбачев пытается разморозить, и вся эта система разваливается на кусочки. Слава богу, более ли менее мирно. Тут приходит Путин, говорит, нет, нет, это была ошибка, мы должны все назад вернуть, а я буду собирателем земель русских. И начинают войну. На самом деле то, что при Горбачеве происходило более ли менее мирно, он теперь будет сопровождать чудовищными кровоизлияниями. Понятно, что уже теперь-то Россия с Украиной не соединится, или даже не сблизится в ближайшие поколения два. Кажется мне. Хотя, может, это на самом деле и быстрее будет происходить, если Россия станет нормальной страной, с которой можно взаимодействовать. Ну, короче говоря, путь развития колебательно направленный. Сейчас мы в самой низкой фазе России, в самой низкой фазе, которой, честно говоря, и представить себе было невозможно. Крупные города, так или иначе, когда они проснутся, они проснутся, потому что Украина до них достучится, в частности, своими дронами, на темечко капает. Вот они, так или иначе, будут вынуждены возвращаться к нормальной, условно говоря, европейской системе ценностей и менять власть. Но что они при этом будут делать с такими персонажами, как Кадыров или как Пригожин, это вопрос очень сложный. Поэтому я думаю, что у Путинской России будущего нет. И у этого единого пространства в 17 миллионов квадратных километров будущего тоже нет. А все-таки люди в количестве 145 миллионов каким-то образом будут адаптироваться, делиться и, наверное, разделяться на какие-то отдельные блоки. Но это уже мои соображения на предмет ближайшего будущего. Сейчас вопрос понятен. Украина должна выиграть эту войну. И она это сделает. Ну, потому что ей помогает весь развитый мир. А Путин, поскольку он выступил против всего развитого мира, эту войну обречен проиграть. А вместе с ним, естественно, Россия, виновата она, не виновата, это абсолютно неважный вопрос, она позволила собой манипулировать вот такому мелкому и не очень умному в стратегическом плане, ну, хитрому в тактическом плане политику. И за это, конечно, расплатятся. Никуда от этого не денется. Дмитрий Борисович, два момента. Первый момент. Вы сказали о том, что города проснутся. Может ли разбудить города то, что Путин перестает давать россиянам то, чего они во многом хотели. После безумных 90-х годов, период стабильности, оплаченный высокими ценами на нефть. Это первое. А второе, это то, что мне кажется, что всегда в обществе российском, не русском, именно российском, был высок запрос на ощущение силы своего государства. А вот сейчас и этот запрос перестает реализовываться. Благодаря тем же гронам. Ну, ваша правда. Вот здесь я соглашусь полностью. Моя такая сильно упрощенная концепция заключается в том, что сейчас мы наблюдаем переход общественного мнения. Общественного мнения не элитных граждан, не политикума, а тех же самых городов. В третью фазу. Первая фаза – это щенячьи восторги по поводу того, что мы поднялись с колен, поставили Соединенные Штаты на место. Теперь-то нас будут уважать и так далее. Потому что, да, был запрос на вот это самое ощущение величия. Тут надо сказать, что лихие 90-е по-разному воспринимались в разных, ну, скажем так, социокультурных обществах. Освободившиеся страны, отделившиеся от Советского Союза, имели ситуацию как бы ничьей. То есть, да, экономические проблемы, трудности, люди теряют привычную работу, которая была у них в Советском Союзе, уничтожается стабильность, но ментально это все в значительной степени компенсируется ощущением независимости. Зато у нас свое государство. Да, трудно, но зато мы теперь украинцы, мы теперь латыши, ну, понятно, да? То есть, один-один. Экономически очень трудно, социально трудно, но есть ощущение вот этого будущего. В России было 0,2. То есть, значит, экономические проблемы и ощущение разрушенной страны. Да. И Путин это прекрасно понял. И поэтому, когда благодаря рыночным реформам в 90-м годах появилась вот эта нормальная экономика, когда появились компьютеры, благодаря конвертируемости рубля, телефоны, мобильные автомобили, и люди стали это воспринимать как норму, у них появился вопрос нового величия. То есть, обострился. Они наелись, колбаса появилась, а вот теперь дайте нам величие. И они стали покупать вот эти вот идиотские стикеры, что можем повторить или там еще что-то, и клеить на хорошие немецкие автомобили, которые появились благодаря тому, что Европа распространила свое влияние на Россию. Это было, мне это казалось смешным и глупым, а оказалось, что это фундаментально отвратительно. Это просто, это ведет к этой угрозе. Поэтому, да, Путин поймал вот эту вот идею, что старая песня о главном актуальна, и начал эти песни петь, как положено евразийскому акыну. Ну и российское общество сложило ножки крендельком и заслушалось, как прекрасно. Значит, вот можем повторить, мы сейчас все покажем и так далее. И это так важно. На самом деле, для нас, травмированных марксизмом и ленинизмом, для людей моего поколения, казалось, что главное это материально. Нет. Выясняется, что главное это идеологически. То есть, экономический рост остановился уже 10 лет назад. Вот он с 2012 года остановился. И популярность Путина пошла вниз. Но подскочила в 2014 году, когда Крым-то наш. И здесь люди в восторге, там брызгая слюнями, 86% радовались. У меня волосы дымом поднимались, потому что я понимал, ну, и, наверное, эти оставшиеся 14-15% понимали, чем это все кончится, или догадывались, чем это все. Ну, в общем, они понимали, что это нечестно, неправильно, не по-человечески и так далее. Но это было только 14%. А остальные забыли про экономические проблемы. 15-й год это был экономический кризис, санкции, там, 16-й год. Ничего. А Крым зато наш. И вот эта примитивная, детская, половонедозрелая картинка мира, она Путином искусственно, искусно раздувалась. И, мне кажется, вот это вот счастье от того, что мы подняли с колен, оно кончилось уже в сентябре, когда началась вдруг мобилизация. И выяснилось, что тебя это лично, это касается совершенно неприятного бога. Одно дело по телевизору, слушать о том, какие мы победоносные, и совсем другое провожать на мясорубку сына, брата, мужа, бог знает кого. Так вот, значит, тогда началась вторая фаза, которая называется, с моей точки зрения, так скажем, благонамеренная отстраненность. То есть, мы не понимаем, почему нет победы, мы не понимаем, почему СВО не закончилось в блистательном деноцификации, демилитаризации. Мы не хотим это понимать. Там что-то не так, да, но отстаньте от меня. Я Путину доверяю, он молодец, он нас защищает от агрессии Украины, Латвии и НАТО. Я тут сделать ничего не могу, а он может. А у меня полон рост своих забот, отстаньте от меня со своей бучей, со своими разговорами о вывозе детей. Я не хочу об этом знать. Общество само себя поставило в мозгу эту фанерку, отделяющую его от реальности. А сейчас начинается третье. Слушайте, а откуда в Щебекино? Почему? Мы так не договаривались. Мы договаривались Украину деноцифицировать, а она, оказывается, огрызается. Или Путин предатель, или мы не умеем воевать, или я дурак. Все неприятные такие ощущения. Я дурак, потому что во все это верил. Вот именно сейчас начинается это самое переосознание, третий этап, который можно назвать разового чарования. А когда это... А это скоро произойдет. Просто это происходит не сразу, ведь страна огромная, богатая, чудовищно богатая страна. А денег хватает пока. И пока это достанет до вот такого мозжечка глубинного, в том числе этих гаража, пройдет еще, ну, наверное, несколько месяцев, как минимум. А может быть и год. И здесь, конечно, огромные значения имеют успехи Украины на поле боя, успехи санкционной политики, и информационное давление тоже, потому что люди стараются защитить свой комфорт. Они стараются защититься от той информации, которая проламывает эту фанерку сознания. И поэтому они живут, сами хватаются за эту вымышленную виртуальную реальность, которая их кормит по телевизору. Да, конечно, телевизор очень сильно искажает мировосприятие, но телевизор дает людям то, чего они хотят получить, потому что они хотят сохранить свой комфорт. И в этом смысле Украины стратегическая задача, помимо военных достижений, это придолбить вот эту вот дослон фанерный. Он фанерный, он на самом деле не крепкий, но за него прячется вот это обезумевшее, так скажем, атеистическое, деградировавшее общество, которое внешне проявляется там воплями в этой вот тетке, я все время забываю, какой фамилия, и Владимира Соловьева в телевизоре. Это просто какое-то там уже плекушество, да, но это форма самозащиты системы. Система таким образом защищает себя и своих представителей во власти. А Украина эту систему уничтожает и уничтожит, конечно, но просто все это будет сопровождаться чудовищными кровопролитиями. Не мне вам это рассказывать. Да. Когда мы говорим о том, что в российском обществе сильно стремление к сильной державе, к великодержавности, обязательно ли это предполагает, что сама персона царя должна быть сильной? Вот все эти стерхи, все эти голые торсы, это отсюда, это стремление сильного лидера, жесткого? Товарищ Сталин, понимая, что он примитивизирует структуру российского общества, он ее чудовищно примитивизирует. Он же уничтожал самых толковых, самых образованных, самых сметливых, в том числе представителей кулачества, которые умеют работать, работящих, ну и так далее. Нормальных, лучших людей уничтожал, а наверх поднимал представителей беднейшего, то есть самого бестолкового, если вызывать вещи, крестьянства и пролетариата. А пролетариат, в переводе с латинского, это тот слой людей, который вкладывает в развитие общества только способность деторождения. Больше они ни на что не горят. А люмпин пролетариат, это марксовский термин. Люмпин это оборванец, бомж по-нашему, значит, подонки, попросту говоря. Так вот, товарищ Сталин говорил, показывая на свой портрет на стене. Вы думаете, это я Сталин? Нет, это вот он Сталин. То есть портрет. Вот это имиджмейкинг, и у Сталина это было четко. Он понимал, что его образ должен быть непоколебим, как образ царя небесного. Но это работает только для очень примитивных социумов. И вот он осознавал он это, или он властным своим инстинктом это чуял. Он уничтожал всех, кто мог над ним, хотя бы даже не то, чтобы посмеяться, а объективно его оценить. Он их истреблял. И, конечно, то, что делает Путин, тоже так вот инстинктом власти он создает свой собственный образ. Какая-то песня там была, тетеньки распевали. Хочу такого, как Путин, чтобы не бил. Вот мечта российской женщины. Чтобы не бил. А он обнажал торс, напрягал мускулатуру, летал на стерхах и на каких-то там самолетах. Да, милитарный. Да, такой мачо. За этим, понятно, ну, для тех, кто умеет видеть задний план, понятно, что за этим какая-то, ну, во всяком случае, европейцы все говорили, слушайте, это же откровенная геосимволика. У нас вот так вот с обнаженными торсами в кожаных штанах ходят вот эти вот пацаны, которые из гей-клубов. Ну, российские телезрители народ попроще, они таких ассоциаций не видят. А так-то, ну, конечно, все общество создает вот эту вот картинку победоносного Путина. И вот сейчас как раз начинается проблема. И уже мы видим, как зет-патриоты говорят, а Путин-то не настоящий, а китель-то товарищ Сталин ему великоват, а вообще-то он предатель, дурак, баба и так далее. А вот Пригожин, вот это настоящий мудрый. Да, да, ждем Пригожина обнаженного по пояс, на самом деле. Ну, это не... Пригожин, пожалуй, поумнее. Но что бандит, вот эта линия, это рельсы, на которые Путин поставил Россию, они ведут к тому, что в российской элите появляются такие люди, как Пригожин, Кадыров, академик Кадыров, который средний школу не закончил. Ну, и он по жесткости, на самом деле, вот Пригожин, он по жесткости, мне кажется, по жесткости своего поведения, формулировок, вот эти вот кувалды бесконечные, которые он раздает, он тоже этим близок. Слушайте, если у вас там, в Красноярском крае, каждый третий мужчина, каждый третий лицо мужского пола, или сидело, или охранял, или через близких родственников, там знакомого с этой самой тюремной стилистикой, то, конечно, вот такие персонажи, как Пригожин, они близки. Он четко формулирует, он, кстати говоря, как положено популисту, он говорит о том, что вот эти на Рублевском шоссе, вот они-то во всем виноваты, ну, конечно, они во всем виноваты, а мы нет. А вот придет Пригожин, настоящий, честный парень, он нас, он нас и спасет. Вот это, это логичное следствие деградации российского общества. О будущем. Если жизнь после Путина, да, куда будет развиваться российское общество, и в свете того, что вы сказали, может ли сегментация российского общества и российского государства на конфедерацию, она вообще, в принципе, государство самостоятельное и независимое, привести каждый из народов и каждый из этих сегментов к пониманию, к пониманию необходимости демократии, как условия поступательного развития в течение длительного времени? Понимаете как, для значительной части российского населения, да, для горожан прежде всего. Они, в общем, когда Советский Союз рушился, всем, всем, и чекистам, и партийцам, и армейцам, и бюрократам, было понятно, что так жить нельзя. Помните, наверное, такое кино, Говоров, так жить нельзя, а как можно жить? А вот как они? Тот самый гнилой Запад. И тогда был консенсус, и нам казалось, нам казалось, что демократия, конкуренция рыночная, честные выборы, и это делает страну нормальной. И, в общем, через 10 лет так оно и стало. Страна стала нормальной, появились все эти самые вещи, которых не было в магазинах и так далее. Но оказалось, что тот неудовлетворенным запрос на это самое чертовое величие. Но, поскольку страна очень разная, то оказывается, что когда территории получают демократизацию, выясняется, что на разных социокультурных субстратах это то, с чего вы начали разговор. Есть такая вещь, как социокультурный субстрат, традиции, никуда не денешься. И я типа говорил, что это вы... Я не говорил, что этого нет. Я говорил, что не надо это переоценивать. Особенно в городской стране. А вот в консервативной провинции они очень сильны. И плоды демократии в разных социокультурных средах дают диаметрально противоположное... Или пахнут диаметрально противоположным образом. В этом смысле надо посмотреть на географическую ассиметру. Весь западный фланг, европеизированный фланг бывшего Советского Союза, благодаря демократии выиграл. Страны Балтии выиграли. Украина выигрывала. И именно поэтому Путин был вынужден ее попытаться остановить силами и методами. Потому что она показывала преимущество нового европейского стиля. И через 10 лет было бы понятно, что Путин отстал, а Украина выросла. Поэтому я думаю, отчасти поэтому он был вынужден начать эту войну. Я думаю, что Москва и Петербург накапливают нереализованный и довольно лютый запрос на европеизацию. И довольно скоро этот запрос будет реализован. И это же касается Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска. А вот Чечня, представьте себе, куда она? Кадыровская Чечня. Я ничего не имею, опять же, не хотел бы ничего плохого или неправильно сказать про чеченский народ. Да, да, да. А я говорю про Кадыровскую власть, про Кадыровскую модель. Вот она ведет чеченский народ назад к средневековому султанату. Это совершенно очевидно, мне кажется. И вот как Кадыровская элита будет взаимодействовать с российской элитой, если вдруг российская элита начнет двигаться в сторону демократизации, вот для меня вопрос неразрешимый. Потому что если в сторону демократизации, то Кадырову надо отвечать на целую кучу вопросов. А кто стрелял у Бориса Немцова? А кто убивал Анну Политковскую? И вообще. И что? Поэтому я не думаю, что из путинской системы возможен мирный выход. Я думаю, что будет конфликт между территориями, между трупами силовиков и так далее. То есть в разделенных тот, кто захочет, тот будет воспринимать демократию как демократию. Я бы сказал тот, кто сможет. Сможет, да. А не тот, кто захочет. Да, да. Тот, кто сможет, тот будет продолжать. Тот, кто не сможет, тот будет продолжать другой путь. Но в любом случае сегментация будет приводить к тому, что это будет частным делом. Ну, то есть, условно говоря, это будет влиять на общую картину, но у каждого будет возможность пойти по другому пути. понимаете как, я думаю, что на общую картину, ну да, если это будет гражданская война, то, конечно, это поменяет общую картину. Но проблема-то в том, что Путин уничтожил инструментарий для того, чтобы как-то договариваться. Он уничтожил Совет Федерации по сути. Он уничтожил Конституцию, он уничтожил понятие о правах, он уничтожил понятие о выборах. Поэтому договариваться не на чем. Все понимают, что документы, подписанные высокими договаривающими сторонами, яйца выеденному не стоит. Это Путин продемонстрировал на примере Будапештского меморандума. Какой резон что-то нам подписывать. Договариваться они будут с помощью винтовок и крупнокалиберных пулеметов. Потому что ничем другим они пользоваться не умеют. У них нет других инструментов. Владимир Владимирович Путин их этого лишил. Поэтому я думаю, что когда окончится война в Украине, она начнется в России. Спасибо огромное.